В Бишкеке из 90 заправок ни одна не соответствует государственным стандартам и нормам. Такое мнение выразил лидер фракции СДПК в Бишкекском городском Кенеше Эрмеку Субалиев. Отметим сегодня, депутаты БГК на 12-й сессии обсудили вопросы введения моратория на предоставление земельных участков под строительство автомобильных заправочных станций. Мнения депутатов разошлись. Многие заправочные станции сделали, как расширились или перереконструкцию сделали на основании чего они могли сделать, если мы не давали. Во-первых, Исаново-Токтагула, это возле высотных домов, дома в центре города. Мы знаем, что безопасность у наших жителей города Бишкека, наверное, главнее всего. Поэтому я бы хотела узнать сейчас, когда в последний раз продлили. В ответ вице-мэр Азизбек Алымкулов отметил, что у многих автозаправочных станций есть госакты на землю и речь о введении моратория для АЗС, расположенных на муниципальной земле. Адиса Имангазеева напомнила, что депутаты ранее предлагали АЗС, который находится в центре, перевести за черту города. «Их надо убирать, а мы продлеваем сроки аренды. Я ждала от моратория какого-то новшества», – сказала она. Азизбек Алымкулов подчеркнул, что разрабатываются соответствующие нормативно-правовые акты, которые регламентируют подобный обмен. Сейчас это не запрещено делать, но норм нет, – констатировал вице-мэр. Здесь многие депутаты задали вопрос, что при завершении срока аренды заправками, что мы будем с ними делать. Мы не должны забывать, что многие заправки имеют госакты, а другая категория заправок, которая имеет арендное отношение при завершении. Если мы готовы предоставить обмен, то это должно быть у нас нормировано. Вот этих нормативов нету, но чтобы их прописать, нам нужно время. Отметим, согласно документу, мораторий запрещает строительство автозаправочных станций в квадрате, ограниченном улицами Токамбаева, Сыдырбаева, проспектом Чбек-Джулу, Курманджан-Датки. Тем временем, другой депутат Сайдахмат Исмаилов подчеркнул, что многочисленное наличие заправок в центре города немало влияет и на экологию столицы. Моё предложение, у кого истёк срок её не продлевать. Это предложение Канад Басаевича. Это предложение, да, Канад Басаевич об этом тоже говорил, потому что, уважаемые коллеги, вот именно назрел та ситуация, когда вот сегодня именно мы обсуждаем вопрос о заправках. Вот я думаю, и горожане это поддерживают, и депутаты, потому что, ну, где только можно насували эти заправки, да, нигде такого нету, да. Мы же понимаем сейчас вопрос экологии, вопрос по безопасности, ну, это за собой всё тянет, да, поэтому я думаю, что назрел тот момент, когда надо этот вопрос решать. В свою очередь, мэр столицы Азии Суракматов выразил мнение о том, что на сегодня в городе Бишкек нецелесообразно строить новые заправки. Напомним, ещё в 2013 году был объявлен пятилетний мораторий на выделение земельных участков под строительство новых автозаправочных станций. Предварительно большинство на заседании Бишкекского городского Кенеша за продление моратория с дальнейшим запретом на строительство новых автозаправочных станций.